Здравствуйте, дорогие друзья! Настало время переходить к новому сезону Dota 2 Champions League. Как обычно, он будет длиться где-то в районе месяца, и здесь мы будем видеть всю самую свежую информацию о командных изменениях, о том, что будет у нас происходить до момента ростер-лока, который, кстати, настанет уже совсем скоро. И будем смотреть на некоторые тестовые составы в том числе. Помимо этого, совсем скоро уже выйдет патч, всего два дня до этого момента осталось, и также первые игры после нового патча вы можете застать здесь, официалки, те, которые будут исполнять профессионалы. Следить за самыми свежими изменениями Меты, поддерживать свое информационное поле в самом актуальном состоянии, и мы переходим к самой первой игре групповой стадии. Gambit Esports будут играть против Chilox, и Gambit, как мы видим, пока что Браво сохраняет свой прежний состав. Это второй состав Gambit, если говорить про то, что у нас было на DPC лиге в первом туре. Соответственно, второй состав у нас остался во втором дивизионе, как он и был, никуда не вылетел. И относительно этого состава пока что организация возлагает большие надежды. Ну и посмотрим, чем для них закончится этот сезон. Предыдущий у них не получилось далеко зайти, но будем надеяться, что тут выйдет показать себя во всей красе. Состав достаточно интересный у нас по участникам. Здесь будут принимать участие Alliance, у которых от команды не осталось толком ничего, и они будут заявлять новый состав, и мы его даже сегодня увидим. Помимо этого, стоит обратить внимание на Империю, которая также объявила о новом составе только сегодня с утра, с Куманом и Гостиком, который будет выступать там уже в качестве тренера, а не третьей позиции, на которой вместо него уже будет играть Дека Погас. Но это все тоже, это все истории на последующие матчи. Пока у нас здесь начинается стадия драфтов команда Chilox. К сожалению, про нее я много рассказать не могу. Я так подозреваю, чен у них действительно что-то сигнатурное, раз его решили показать. И сигнатурных ченов в СНГ у нас можно по пальцам пересчитать, и в целом в умелых руках действительно этот товарищ может катки завозить. Ну а Gambit Esports пока что начинает драфт с своего собственного дефолта и с метового дефолта такого. Это Beastmaster и Shadow Demon. Кстати, забыла представиться, меня зовут Даша Риттель, и в ближайшее время я проведу его вместе с вами, и будем наблюдать за матчем. Тут по стадии банов пока видим то, что больше внимания уделяется корам, причем Chilox пока больше облаву на мид устроили с точки зрения банов, а у Gambit очень много кэрри позиций уже было убрано. Возможно, самый сильный игрок Chilox именно кэрри. Судя по его пулу, он что-то на мотив Ятора, который может сыграть на всем чем угодно, и поэтому банится все, что ни попы. Хотя не сказать, что прям так много общего у тех первых позиций, которые здесь были забанены в рейс-кинг и кунг. В принципе, два силача, которые друг против друга могут поиграть, и хорошо приедаются некоторыми позициями на мотив, я не знаю, там, Monkey King'ов и что-то с такого плана. Но Gambit и спорт, судя по всему, просто не настроены с этим играть. Зная пул с Малинайта, он сам бы с удовольствием сыграл бы на Фантомке или на Медузе, но их уже тоже не будет. И появляется Мирана на саппорт-позицию. Это будет, так подозреваю, четверка, которая будет на линии с Бистом существовать. Комбинация из Шедея и Мирана. Старая как мир, подстрелу и Дизрапшн. А Бистмастер и Мирана сами по себе на линии. Наверное, толком ничего такого тяжелого делать не будут. То есть Мирана больше Ароми в таком матчапе должна быть. Тем более, это единственный способ, при котором эта связка будет работать. Шедея, я так подозреваю, тогда уже на пятую позицию поедет и будет стоять на легкой с кем-то. А у Чилок с дабл-пик, и они берут себе двух коров подряд. Это Темп Ларка и Легион Коммандер. Да, открываться уже есть смысл. Ласт пик не у них, поэтому коров лучше от греха подальше брать сейчас и саппорта оставить напоследок. Хотя, на самом-то деле, спиридбрекер здесь, я так подозреваю, что в такой ситуации будет четверка, пятерка Чен. Легионка будет на линии с Братрумом, соответственно, тройка здесь. И Темп Барка, которую можно по флексии с кэрри-позиции на мид. И тогда остается взять еще что-то. Я, на самом деле, здесь я хочу на кэрри-позиции видеть, потому что физич много, а магии вообще никакой нет. Спиридбрекер урона дает, если он тем более четвертой позиции мало. Контроль все-таки это больше, Чен никакой там магии тоже не обладает. Из нюков каких-нибудь, которыми можно прохарасить. И под легионку хочется такого крепкого мида, который будет вносить дэмэш, пока легионку убивает. В принципе, вариантов масса. Начинает лишь рака, заканчивая с кэррасом. Тут брать можно, не задумываться кого угодно. Из таких свободных вариантов хотелось бы предложить... А, нет, не хотелось бы никого предложить. Здесь Эквапа и Лина в бане. Из того, что я хотела придумать. Ну, в принципе, любой мидер с нюком. Хорошим нюком. Соответственно, у Гамбит с Малин Найта достается Луна с бафом от Бестмастера. И им не хватает мид-позиции. Но им наоборот можно присмотреть что-то более утилитарное. Либо на баф Луны что-то на мотив Инвокера. Либо что-то активное в стиле того, что любит Меложул. Там какие-нибудь Сент-Кинги, Медовые, Пангольеры и такого рода вещи. То, что кнопочки нажимает. В принципе, спиритов здесь тоже еще можно брать оставшихся. У нас в наличии и Эмбер, и Войт есть, на которых он может исполнить. Будем наблюдать. Дегионка. Она, по идее, здесь едва ли круто кого-то может фармить с точки зрения дэмажа дуэля. Поэтому граф смотрится для нее противником не так уж и хорошо, я бы сказала. Ну и, в принципе, линия из ШД и Луны довольно противная для легионки. Будет не сказать, что ей там будет комфортно. Вообще, игра для нее намечается непростая, я бы сказала. Мы будем задумывать, что насчет этой темплорки делать будут. Пак пока забанили. Кстати, да, его бы с удовольствием можно было бы взять на мид-позицию. Ну и, судя по банам, все-таки мид темплорки не планируется. Я рада, если это действительно так, потому что темплорка, она, конечно, не суперкрутая на позиции кэрри от всех подряд. Это такая вещь, которую нужно наиграть. Но, помимо этого, все-таки здесь ситуация требует добавить магии. И пак был бы хорошим вариантом просто для того, чтобы темплорка стояла и била. Привет. Здорово. Что делаешь? Анализирую. Ну и как? Аналитично получается проанализировать? Я что-то слышал, подумал, что надо тоже зайти, наверное, на Dota 2 Champions League. Все-таки рафлатурики закончены, да, вчера, и настало время серьезных турниров, поэтому... Там я видела, что вчера твой любимый инфоповод появился про то, что ЕГЭ проиграли в финале. Я сдалась на седьмом часу утра. Это такой себе. Они все-таки проиграли 3-2 и в такой упорной борьбе. Скорее, ВП вчера проиграли реально так, что можно что-то по этому поводу сказать. А ЕГЭ боролись как львы. Да и вообще топ-2, в конце концов, в очках. Я думал, они вообще топ-3, топ-4 займут. Они вон какие молодцы. А у нас тут что? У нас тут гамбиты. Ничего себе. Против команды Chilox. Они на чиле. Но пик у них такой, я бы сказала, местами нехиловый чен. Видимо, они знают, что им делать. Но здесь не так много знакомых мне имен, про которых я могу что-то сказать. Владин есть. Да, такие темные лошадки. Но при этом с командой какой-то, с тегом. Ох уж эта дота. Как тебе драфты? Я думаю, что гамбиты развалят. Да, тут какой-то странный драфт. Интересно, как это по позициям будет. Таск, Бара. Это Бара... О, это... Это Кэт Легионка, Мид Темпларк. Я так подозреваю. Спирит Брейкер на тройку. И Тускар четверка, и Чен пять. Ну, это ужасный пик. Тут даже можно ничего не говорить. Потому что такие герои, как Бара и Туск, они в принципе не сочетаются. То есть Туск любит героев, которые быстро бьют. Бара бьет медленно. Герои однотипные. При этом есть еще и Легионка, которая является тройкой. Чен вообще непонятно куда взят. Ну, а здесь... Ну, здесь один Эмбер все убивает. И его ничем контролить. Не говоря уже о том, что и Луна, и Мирана имеется. И все они вообще очень круто раздают урон. И по площади, и не по площади. Короче говоря, легкие для гамбит. Пришел, сразу токсик отновил. Почему? Легкие для гамбита, они красавцы, классно на драфтеля. Ну, а что, я должен сказать, что драфт сверху отличный. Но это же будет неправда. Ну, возможно, они... Вот прямо это самый сигнатурный их драфт, самый лучший, что у них есть. Поэтому они вот так вот и взяли. То есть там один гений на Тускаре, другой гений на Легионке, третий гений на Томпарке. Я вчера видел гения на Белке и гения на Квапе. Ну, короче говоря, как бы ты ни был силен, есть какие-то объективные мета. И есть, в конце концов, синергия между персонажами. Я готов поверить в то, что это их лучшие герои. Но факт то, что они не сочетаются. Ну, сейчас, конечно, посмотрим. Но это мой прогноз. У нас аналитика сейчас заканчивается. И мы передаем слово комментаторам. И смотрим на кэпчки, прежде чем передавать слово комментаторам. 1.18 на гамбит. Винлайн предлагает А4. Аж целых на Чиллекс. Но пока, мне кажется, даже можно было бы восьмерочку бахнуть. Просто именно потому, что гамбит они... Мы уже долго про них говорили, на самом деле, на предыдущем Д20Л. То, что это команда, которой будущее еще решается. Ростерлок еще как бы впереди. И какие-то изменения могут последовать. И они должны показывать какой-то результат для своей организации, как минимум, чтобы организация осталась им довольна. Да, тут... Ну, мне кажется, состав останется такой. То есть у них нет прям каких-то предпосылок. Хотя, кто знает. Иногда смотришь состав вроде более-менее. А потом раз, какие-то замены. Замены капитанов, замены игроков. В целом, гамбит показали не такую плохую доту во втором дивизионе в прошлом сезоне. Им не хватило достаточно прилично до выхода в первый дивизион. Но у них там разные истории были. У них была история с 4 на 5. У них была история с какими-то непонятными заливками. Но мне эта команда нравится. Мне реально нравится этот состав. Игроки, да, не все получается. Но я считаю, что они способны... Может быть, им пар точных замен в свое время нужно будет сделать. Но, опять же, мы вот с тобой комментировали. Помнишь, Afterlife? Какой перформанс на Пангольере на том же показывал. То есть игроки талантливые, сильные. Чего-то не хватает. Но, как часто бывает в доте, буквально там добавляешь чуть-чуть, и ты вот уже пошел результаты, пошли в гору. Причем очень-очень серьезно. Не факт, что второму составу Гамбит уделялось тоже внимания, что первому. То есть, возможно, им не хватает вот этого внимания организации. Может быть. И с точки зрения тренерского какого-то состава, и с точки зрения условий, которые можно им создать. А теперь они единственный состав будут, соответственно. И там тоже даже из-за этого могут результаты измениться. Впереди у нас сегодня интересный день. Мы сегодня на Империю обновленную посмотрим, которую с утра объявила состав. С тренером Гостиком? С тренером Гостиком и Антаресом на четвертой позиции, кстати. И помимо этого Альянс. Я, если честно, не слышала, что у них за состав в итоге получился. По-моему, его и не объявляли. Сейчас увидим. Возможно, и не увидим. Возможно, его так и не соберут до первого матча, до 2СЛ. Ну, вообще, вроде как, вчера все законфирмили, что они сегодня будут участвовать. Но, опять же, я не отрицаю возможности того, что я пропустила эту новость. Если честно, как-то фанатом Альянса не являюсь, и поэтому я могла пропустить. Нет, я тоже не видел. Вот, например, про Империю я тоже видел, а про Альянса я тоже не видел. Ну, посмотрим, что там будет и как. Я думаю, что в любом случае все вот эти разговоры... Ну, как бы, некоторые игроки высказывают мнение, что вот на 2СЛ нам пофиг. Но у меня к ним встречный вопрос. А если вам пофиг, а зачем вы вообще играете? И, как показывает практика, внезапно команды, которые хорошо выступают на 2СЛ, хорошо выступают на DPC. А я бы сказал даже попроще. Те, кто плохо выступают, они плохо выступают везде. И все остальное — это отмазки. Поэтому в преддверии нового сезона, действительно, составом сейчас нужно зарекомендовать себя перед организациями. Нужно показывать хорошую игру. И вот, собственно, мы сейчас смотрим за тем, как будут показывать игру Гамби и Чилокс. Да, впереди нас ожидает много тестовых составов, утвержденных составов. Те, которые можно будет понаблюдать и сделать какие-то, возможно, выводы еще перед стартом DPC, до которого еще практически месяц. И помимо этого, можно будет чуть ли не первой официалки нового патча посмотреть здесь уже через пару дней. Там тоже будет крайне интересно. Все-таки патч там хайпит, и сами Valve в том числе. А насчет того, насколько объемным он будет и уж насколько глобальные изменения, остается только гадать. Ну да, ну, я думаю, что какой-то будет. У меня почему-то есть ощущение, что он будет не таким большим, как мы все ждем. Но, определенно, он изменит очень многое. Мидовый туск, кстати говоря, вот мы так поговорили. Но туск-то в итоге пошел в мид. Это туск с центральной линией. Но это должен быть нереальный сноубол. И под нереальным сноуболом я не имею в виду, что он второй спелл очень круто будет кастить. Я имею в виду, что он должен очень жестко разрывать. Ты когда-нибудь сталкивалась с Тасиком вообще в пабе? Изредка я могу сказать, что здесь есть некоторый смысл его появления. То, что его третий спелл может хорошо помогать легионке с точки зрения дуэли, например, и темп-арки. Это герои, ну, такие, можно сказать, практические миличники, если темп-арку тоже в этом плане в расчет прась. Они все будут попадать под действие этой ауры. Наверное, так правильно будет ее назвать. И, соответственно, падемы же там прилично прибавляются благодаря этому. Ну, там важнее, чтобы враги попадали. Но вообще Тасик... Тасика я не видел уже давно. Да, я вот с Кор Тасиком в пабе сталкивался очень-очень давно. Это было еще во времена, когда у него был талант. У него был дичайший талант плюс 40% экспы. И тогда, если Тасик на Коре брал быстрый левел, он шел и делал несколько киллов. Ну, потому что у этого героя очень жесткий бёрст физический. И по незнанию многие с ним вот так вот сталкивались и решали поменяться там по хп. Он их просто убивал. Так вот, с этим талантом на плюс 40% экспы, делая пару соло киллов, он становился на какого-то гигантского уровня. И он просто ходил и шоттл героев по всей карте. Но, естественно, это был папчик. Тем не менее, Тасик на Коре позиции в любой игре, даже без этого таланта, это, в принципе, цель одна. Это забёрстить физикой. То есть закатиться, нажать свою ауру, нажать свой ультимейт и срезать огромное количество хп. Ну, это смотрится, конечно, очень весело, но очень ненадёжно на самом деле. Будем смотреть, что из него здесь выйдет. Потому что пока вроде как никаких для ачилок с плохих моментов не появляется. Даже по нетерсу можно сказать, что у них уже всё хорошо на ранней стадии. И я вижу разгон, который по бесту даётся. Едва ли у них получится беста забрать. Да, он тут уже тем более под тавером получал бафы бы уже в совсем скором времени. И я тогда была тут явно что-то не могла ему сделать. А Плеб просто не отвлекался от фарма на Кэрри Тэмпларке. Ну да, я просто ожидала на мид какого-то мага, прокастера, какого-то дэмэджа, который поможет заберстить легионке любую дуэль начальную, которую она будет давать. А в итоге Тускар, который чем-чем оберстом не отличается. Но, тем не менее... Ну, как бы, знаешь, у него как раз-таки в одну цель жахнуть под дуэль он может. Ну, значит, Дизоль соберёт, тогда поверю. Сейчас нет. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Просто обычно же мы видим его на суппорте. Он пока до шестого левела добирается. Там уже все герои сильные. А здесь-то смотри, он с Блайтстоуном. И он уже почти шестой. А здесь у каждого героя ещё косаря ХП даже нет. Плюс ещё минус армор от Тэмпларки. Плюс минус армор, да. Какая-то медальчика может появиться. И может быть очень-очень больно. Но будем наблюдать, может, это всё работает. Да, пока, естественно, он вот до шестого очень хочет дожить. Реализация интересная будет. Это может, знаешь, на неожиданности особенно круто сработать, когда гамбиты забыли про этого Тасика. То есть они примерно представляют, что он делает. Но с ним пока не столкнёшься, не поймёшь. Так, Барик без перерыва просто разгон в каждого нажимает. Теперь новая цель его фантомем. Решил сменить локацию на другую линию. Здесь уже давно Легионка в одиночестве страдала. Хотя Нетрус не отличный. Фармить тоже удаётся. С линии её не выгоняют. Стак Анши ещё один не получилось сделать. Там же их многовато было не так просто отвести. И нападение тоже не продолжилось, потому что очень мало ресурсов осталось у Легионки. У неё есть, конечно, здесь Солу-ринг. Но нажмёт его, и ХП останется совсем ничего. Я думаю, она хочет вот подрегениться, нажать стики какие-то. Но она, правда, четвёртый яд умудрилась поймать. И теперь приходится и фласку тратить. Да, Легионка начинает немного проседать. Довольно сильно разогнался Таск на линии. Прям жёстко-жёстко он доминирует свой лайн. Но там огромное количество стаков. И, в принципе, мелажул по игре здесь. Да, вот Эмберу как раз неплохо было бы взять пару каких-то, там, не знаю, пару левелов, докачать фисты, взять ультимейт. Чего нет у Тасика, у него нет никакого продолжения. То есть вот он закатился, дал свой удар. А что дальше? А дальше ничего. У него дальше ничего нет. В отличие от Эмбера, который раз кинул ремнент, ушёл в хисты. Но сколько урона. И это ФБ, между прочим. Ничего себе. Да, это он сыграл на том, что у Эмбера всё ещё не было шестого уровня. И он не смог уйти. Ну и теперь Фантомем получил тычку от Maybe Next Time. Но, к сожалению, продолжить здесь он в одиночку не может. Но он ждал появления Тускара. И вот Тускар здесь со сноуболом хотели законтролить Фантомема. Ну и, кстати, это получается сделать. Хоть он дизрапшеном пытался себя подсейвить. Как итог, это минус два уже в исполнении команды Чиллокс. А ответка какая-то предвидится или нет? У Меложула шестого нет. Нет шестого, да. У него нет шестого, поэтому он не смог уйти в прошлый раз. Ему одного крепочка не хватило. Ну всё, теперь его вот так вот взять уже не должны. Теперь у него ремненты. И Тасик никаким образом Эмбера не убивает. Ну, подзалили, конечно. Но я всё ещё абсолютно уверен, что гамбит их просто разнесут. Вот, это всё паб и смешно, то, что делают Чиллокс. Вроде как... Какое зло это я не могу понять. Ну, потому что это не работает. Ну, а что я должен сказать? Что я должен сказать? Ну, давай спорим. На кровь дракона очередной раз? Не, жёстко. Жёстко, да. Всё, теперь я верю, что надо просто дуэльку куда-то дать и легчайший плюс 10 дэмэджа. То, что Таск будет лупить руки, да. И на самом деле ему бы уже неплохо с Легионкой пойти скооперироваться. Кулдаун-то Валрус Панчу маленький. Да-да-да, и как раз это самая большая проблема будет для команды Гамбит. И нападение можно сейчас вот как раз на фантомем организовать. Он тут стак и продолжает стак и спалили, кстати. Но проблема некоторая есть, что нужно тэп-варку сюда стягивать, чтобы их пармить. Больше некому это делать. Фантомем снова попытался дизрабшину себя подсейвить, но это только плюс для Легионки, которая подходит со своей дуэлью. Дуэль можно хистовать, она будет. Подходит сюда ещё и Чен с крипами. Это очередной минус уже, третий для команды Чиллакс. И Эмбер приходит сюда. И что-то как-то магии здесь нету, чтобы щит её впитывал. Всё, физика его бьёт. И закончился у него хп очень быстро. Да, и стаки пошли забирать. Вот это сейчас, конечно, жёсткий сноубольчик получается. Ну, Мелажул попался под стан Кентавра. И здесь стаки забираются. Да, как много отдаёт сейчас гамбит. Они что-то стакали, стакали лес. И в итоге стакали они лес для соперника. Ну, попробую темпларку забрать. Давайте посмотрим. Так, спрятали. Есть рор. Там, по идее... Нет, Тускар не собирается подтягиваться. Темпларке трудности есть. У неё дали рор. У неё попала стрела, соответственно, её убивают. Но тем временем все те компы, которые были во вражеском лесу, Легионка зафармил. А, нет, не все. Кстати, один бросили на... Чен-то фармит. Чен-то фармит. Но он на половину зоопарка, так поздравляю, разобрал. Милажул, господи, какие куски от него отрываются. Есть по нему разгон. Ульты нет пока у спиртбрекера. Так он и в соло справился на самом-то деле мог забрать. Но я теперь понял, что даже лучше и не лезть. В принципе, при желании мог и дизрапшин. Просто по нему вовремя нажать и остановить это всё. Да, пока как-то расслабленно играют гамбит. Милажул попался на пятом левеле. Потом попался под стан кентавра. Ну, очень круто сыграл Чен, нужно ещё отметить. Он прям идеально в тайминг дал стан. Прочувствовав, когда кончатся фисты. Из приятных новостей. Неплохой бестмастер. И луна очень сильно разогналась. И вот они коэффициенты. Видишь, вот я не одинок. Инлайн тоже верит, что 1.62 на гамбит. И 2.12 на чилокс на эту карту. Хотя, не знаю, может быть, конечно, там это я создаю такой негативный фон в сторону чилокс. Но мне кажется, всё дело в том, что их стратегия реально вот сейчас вот упрётся. Если они не продолжат прям жёсткий сноубол, она упрётся в отсутствие того самого классического мидера, который может закинуть с пылы. Мне кажется, что больше шансов, что он может опереться в отсутствие тавер-дэмэджа нормального. Ну, у них темп ларка вроде как есть. Да нет, если навалится на тавер, то нормально. Ну вот, и самое, наверное, лучшее из того, что у них здесь есть, то, что у них очень много урона пороша, но они могут выйти забирать на самом деле уже совсем скоро. Да, я тоже подумал вначале о отсутствии тавер-дэмэджа. Ну, действительно, кроме темп ларки, тавера никто не хочет бить. Но вполне возможна такая ситуация, что темп ларки будет достаточно, когда она берёт драгон лэнс. Если особенно после 17-й минуты выпадает лук на радиус атаки, то ей очень приятно. А вот, собственно, Тускару приятно. У него будет ещё быстрее откатываться в Орлус Панч. Возможно, он будет успевать его давать пару раз за драку небольшую, например, которую сейчас... А, тут Мелажил просто хотел Бунтос найти на вражеской территории, но тут было слишком много народу, и дейтайминг для него был такой подходящий. Поэтому мало шансов было там что-то найти. Ну да, он так развлекал, понимая, что забрать его не так-то просто. Хотя вот он понимает, что его забрать не так-то просто, а два раза его уже убили. Мне кажется, что здесь Эмбер, который сделает вот свои молнии, а потом выйдет в аганим, прям будет максимально сильно руинить сопернику всю игру. Ну, смотри, пока что у него Нетворс практически на уровне Чена. Маленький, да. Самая большая проблема. И нужно найти где-то этот фарм, потому что Луна уже устала в леса, и она очень быстро их пылесосит все-таки. Она не тот герой, который на тройке сидит, и нормально. Она может зафармить и успеть за эту минуту времени практически всю территорию. План перехват на Лего идет. Но Лего тяжело будет взять. Лего-то убегает на самом деле, она спалила контору. Да. Эмбер мог прыгнуть, подвязать, но у нее же пресс за атаку. Может, конкретный стан какой-то. Да, нужен конкретный стан, либо Шадоу Демона успеть добежать, но в итоге решили не гнаться за этой Лего, и можно было попасться на перетяжку. Не знаю, что Тасик делает, он армлет там делает, или... Мне кажется, что вот армлет Дезолятор, вот как раз, знаешь, такой набор в стиле ВК, ему не помешает, а он там просто... Армлет делает. Да, армлет, я думаю, что... Ну, Дезолятора, я практически уверен, не будет, потому что это в фларке. А, ну да, да. Но он может делать медальку, то есть это все комбинируется, даже грейджерную медальку, если на ногу. Кирасу дальнейшую можно сделать как раз ему тоже. Кстати, да, Кирасу ему заходит. Не будем забывать, что Тасик — это герой с огромной прибавкой к силе, то есть он там, ну, в десятке точно, возможно, даже в первой пятерке. И после таких вастодонтов, как Земелья, Кентавр, Трент, он вот где-то на уровне. Стоп-5, да, силач, да? Ну, я не помню точно, но я помню, что у него много. Да-да-да, я соглашусь. Плотный такой. Я думаю, что еще здесь, возможно, не помешает какой-нибудь предмет просто на дэмэдж. У него уже в World's Pages — это крит, если не ошибаюсь. Да я так давно его не видела, не помню. Ну да, там критический... Ну вот, и поэтому, возможно, есть смысл и что-то на урон собрать. Самый уронистый, что можно сделать из таких обычных предметов нейрофиры, это вот как раз какой-нибудь Daedalus потихоньку. Daedalus. Не уверен, что Daedalus стакается. Да нет, не стакается. Он просто сам по стопе урон дает. То есть в плане того, что единицы урона дает. Не сам крит, а единицы урона за счет там демонейджа и так далее. Авторлайфа находит, забирает его Тасик вместе с Бестмастером еще... О, конечно же, со Спиритбрекером. Еще и плюс 100 получают за Кентавра, еще и плюс 37 получают за Кабана и плюс Икспан. Нафидел немножко здесь Бестмастер. Да, Тасик забрал себе Аегис. Вроде бы он жирный, но учитывая, что он вкатывается постоянно во врагов... Так, какие варианты есть на Тасике, кроме медальки и кирасы? Ну вообще, пока медальку и кирасу после армлета он купит, это уже будет... Я бы блин, возможно, брала, если честно. Да, да. Рыбаться с Варлус Панч и только после этого выдавать дополнительный проказ. Можем, причем, взять еще и силовой. Это плюс урон, плюс еще жир. Вот блин как раз, да. А, да, он берет блин. Действительно. Ну, начинаешь с Варлус Панча, потом даешь проказ, а потом у тебя уже новый Варлус Панч откатился. То есть это дает возможность продлить твой каст тайм суммарный. Там выглядит неплохо. И есть попытка выхода на Темп Ларку. Темп Ларка пока что-то явно подозревает. Там есть Варт около Рошана. И я так думаю, что по нему просто попалились сейчас Гамбиты. Из-за этого Гангт уже не оправдался. Сейчас они в Смоках. Темп Ларка выходит на линию, отпушивает аккуратненько. Здесь вся команда противника, но на Темп Ларку не напали. А тем временем эта команда Чилок с другой стороны сносит вышку. Да, уже немного хочется переобуться, если честно. Ну ничего страшного, кроме дракона тебя не избежать, смотри. 5 тысяч. А мы не поспорили. А что? Это будет на твоей совести. Мы не поспорим. Вот если бы ты сказал, да, давай спорим, то ты как-то... Знаешь, я сколько вчера проспорила на финале ДПС? Нет, я как-то этот... Так, тут забирают спиритбрекера. Вообще таких фрагов лучше не отдавать. Или сейчас разменяться так, Эмбер. Ой, хорошая какая дуэль. И не успевает спрятать пантомем, вернее, на кулдауне. У него первые спеллы. Здесь и авторлайпы находит, и бестмастера могут не отпустить. Мека залетает. Такое ощущение, что вижена просто не хватает. Как же Эмбер подставляется. Это уже третья смерть. Вот этих трех смертей не должно было случиться. Кстати, это, говоря, половина фрагов практически Чилок с 3 смерти Мелозула. Он пока знатно заливает. И выходит с блайдстоуном, с армлетом. Тасик просто начинает бить по тавру даже без дезолятора. Скрипами чены. И, как мы видим, тавр-то падает. Так, и еще. Еще покатился в кого-то. В кого? В бестмастера. Ну, сейчас баланс в банч. Жесть. Это урон. Урона действительно хватает. Очень много. Тут, правда, целый ультимейт Луна влетел в Тускара. Но он достаточно жирный, чтобы это пережить. Вот, что ему надо будет делать. БКБ после Бленка, на самом деле. Ну, можно БКБ. Но, посмотри, в него сейчас влетел весь ультимейт. Он даже с выключенным армлетом был. То есть он мог еще включить армлет. И даже если бы его забрали, у него еще была Егис. То есть он настолько контролировал ситуацию. Ну, тут много станов, вот таких вот, знаешь, которые могут тут бесить. И мне кажется, что это имеет смысл просто, чтобы свободнее гулять по драфе. То есть там тебя в дезеравчик закроют, там тебя луна вот этими бимами, можешь стопить периодически. Ну, можно быть. И чьи иные, там вот стрелами раны, все что угодно попадет, а на тебя стопят. И не факт, что он этого прям сильно боится, но будем наблюдать за развитием его билда. Опять же, уникальный случай медового тусика под конец этого патча. То он еще и выигрывает. Вот что уникально. И как-то гамбит полностью потерянный. Вообще ничего у них не получается. Эмбер 5200. Это очень-очень мало. Фантомем не довез себе стики. На 15-й минуте. У него там рецепт от грейдженных стиков. Маджик фонт. Стики на 15-й это мощно. Можно посмотреть на фантомема. Мне интересно, как у него судьба-то сложилась. Ага, вот. Да, граидануть хотел. Две палки есть, стик есть. Ну, типа, что-то, да, что-то набрал. Так, а ей заканчивается. 8К перефарма. Это какая-то жесть, конечно. 8К перефарма на 16-й. Ммм, да. И игра подвисает. Очень серьезно. И здесь уже даже... А Еггес по-прежнему есть. И надо просто ломать все внешние вышки, пока могут. И в принципе, мне кажется, что в принципе Еггес их уже не останавливает. Да, да. Они могут вполне себе идти дальше. Но вот они решают разбить смуг, выйти на Бестмастера, которого в очередной раз можно найти. На вардах видели. На вардах. Здесь вард как раз был. И они знают, что противник где-то здесь находится. Бегут на свою половину карты. И сейчас найдут. Найдут. Автолайфа увидели. Фантомема увидели. Фантомема можно ловить. Все. Автолайф уходит. Фантомема уже никак не спасти. Вот это урон, конечно. Заканчивается Еггес. Но на самом деле выигрывали время здесь. И в принципе Фантомема, то, что его именно убили, еще и дуэль он мне отдал. Это вполне нормально. Но вопрос, как гамбитам выбираться из-под этого давления. То есть в целом у них, конечно, хороший драфт. У них все здорово, если они смогут отыграть хотя бы несколько тысяч и не отдать сторонам. Но все идет к тому, что их сейчас просто снесут и все, игра закончится. Я знаю, что надо Тоскару Блатторн собирать. Нормальная тема. Нормальная. Но он Керасту делает. Но это мы тоже обсуждали, в принципе, довольно ожидаемо. Он просто понимает, что это все Блатторн, все где есть криты, не так эффективно работает. Да и по факту не так уж ему нужен какой-то доп. Нет, я бы хотела сказать именно, что гоняться за... И сильнее всего сейчас здесь жизнь пока, что руинит разве то что Д своими дизрапшинами. Побежал за ним с Блатторном, ты его закрыл. Ну да, тоже верно. Но пока все умирает настолько быстро. Ну и даже нет проблемы в том, что кто-то закрыт в дизрапшине, потому что он выходит из дизрапшина и умирает после. Так, сейчас опасная ситуация. Нельзя терять просто такт импларку. У нее ничего нет. Ну, если она не умрет, это будет, конечно, просто вау. Но она умирает, все. Ну, на самом деле, она просто еще как-то не особо включалась в игру. То есть она так и фармила. Жаль, что слоты пока вроде как первое место по Нетверсу, а не выглядят внушительно как-то эти два слота. Да, ей явно не хватает. Да и вообще сыграл очень неаккуратно, неосмотрительно. Да, да, первый раз. В прошлый раз простили помощь, потому что вся команда была. Да, я бы сказал, даже так, гамбитцами немножко испугались и не пошли. Здесь он просто сам на них вышел. Ну вот, еще пара таких фрагов и ситуация сильно улучшится, скажем так. Хотя пока что... Так, там выбил Барик артефакт. Мирану разгон. Ой, хорошо стрелу дал Саюж. Теперь хочет уйти. И стратегии трехлипов не работают. Вот это урон, конечно, от Тасика. Жесть, сколько он не снял? Вот. Нет у нас сводки смерти, к сожалению. Но где-то ХП 900 точно, мне кажется. Ну да, да. Я думаю, что он снял бы больше. А, нет, 862 в общей сложности выдал. Ну, соответственно, ХП 800 из них, это он выдал просто варл с панчем и щеточку сделал сверху. Ну что, в итоге погибает у нас Мирана. Но перед этим погибла Тембларка. И выходит под пуш Чилокс. А, там интересно, подобрали-то Гроу Боу за Бариком. Это Барик именно выбил Гроу Боу? Я видел топку, но выбегал. Да, я видела Барик, то что он пробежал мимо, убил крипа разбегом. И как бы, зная нынешнюю механику, я просто первый с этим сталкиваюсь, ты когда выбиваешь нейтральную шмотку, она к тебе подлетает. Ну, в плане того, что ты падаешь на то место, где ты и стоишь конкретно, чтобы ты ее точно не пропустил якобы. И вот, учитывая то, что Барик прибегал мимо, она за ним летела все это время или где-то там осталась? Нет, она упала на то место, где он был в момент смерти крипа. То есть она там не летит настолько далеко, она вот именно там, где ты находился. Ну, ее вроде как подобрали, потому что там были рядом тиммейты. Ну, и в принципе, туда не заходят Гамбит. Гамбит пока все еще испытывает трудности с передвижением по карте из-за тир-один вышки в миде, из-за тир-один вышки на топе, из-за вардов соперника. Но у них все еще сильная луна. Вот самая большая проблема для них, это сейчас пережить точечный берст. Ой-ой-ой, Тасик. Что, они хотят Тасика взять? Тасик нашел Сокола, подбил. И есть стрела, которая по ним попадает. Дальше уже пресс-за атаку не помочь. На фулдауне есть стан от Кентавра, которого уже задоминировал. Кстати, прежде всего у Доминатора по-прежнему нет у Писта. Его переманил просто себе Чен. Да, кстати, еще одна проблема, которую стоит учитывать. Мэйби Next Time контролит Фантомима. Фантомима можно забирать и фармить с него дуэльку. Но не успела Легионка, она сделала дуэльку теперь уже по автолайфу, и он будет погибать следующим. Почтение. Надо еще на дэмаж с дуэлью на 25-м, если доживет. Очень жестко здесь наказали Гамбит за этот выход. Ну, странный выход такой. Они что-то дали в Тасиках, хотя даже и не пытались его упить толком. Не успели отступить, и все. И моментально сейчас будет падать мид. Попытка застрелить Катапульту, но жмется фортификейшн, плюс ко всему подставляется крип под стрелу. Залетает Меха, летит Луна, но центральная вышка уже падает. Бара залетает в Луну, просто тянет время. Особо не собираются пока врываться. Минус Тер-3, пошла ультаж, а Ду Демон дает свой ультимейт. Хэнд оф Гатс захилил всю команду, сносит Тер-3 и не рискует. Там Тускар ходит до сих пор с Брумхэндл, я бы ему отдала Дарконич Курку, с которым Легионку ходит. Все-таки он на врыв работает, поджечь кого-нибудь, было бы прикольно. Башек не вылетает. Так он не... как вариант, как вариант. Я не помню, что это была за игра, где в такой ситуации. Я помню, что там были часы с Реджиксом, там это был Паша на баре Киночке. Говорит, пусть кого они играли, по-моему, где-то на 2 цели. Так вот его Рошан остановил в фокусе. Это частая тема. И вот на Рошана заходит Чиллэкс, а Гамбит идут в контратаку. Они понимают, что нужно контратаковать. Чиллэкс уже знают. Очень плохо играет Эмбер, не цепляет Легионку. Она в итоге уходит с блинка. Правда, отрезали Бару. Сейчас очень неудачно. Отличная ульта залетает от Бестмастера. Бара выкупается. Шаду Деман тоже выкупается. Очень большие проблемы у Таска. Тасик! Боже мой, что творит Меложул? Что у него с кнопками? Ну вот, наконец-то, он в Тасика вгрызается. Сейчас будут фисты. Фисты работают. Догорает, переключая армлет под урной. Байбэк есть, байбэка нет. Ну вот он камбэк подъехал. На БКБ надо собрать. Зря он так. Луна одна, а тут весь магический пирс завозит пока что еще. И Эмбер, и какой-то другой конгрессер БКБ. Контроля не переживает, который ездит через БКБшный. И один ШД с его ультой не нанесет так много проблем. Да вообще, сама атака была супер странная. Тасик отгородил всю свою команду шардами. После этого они залетели за них. Половина команды осталась внизу, отрезанная. Половина наверху. БКБшек нет. Ну и в итоге 4К. Теперь куча байбэков потрачена. Тасик сидит в таверне. Рошана не забрали. 8 тысяч проиграли. Коэффициенты от наших друзей из Винлайн 1.56 на 2.25 в пользу Чиллокс. Но это было прямо до этой драки. После драки я уверен, что ситуация сильно меняется. Ну выровнялась немножечко, я бы сказала. А так, у меня такое ощущение, что это ты кальзонатор кэфов. И вот как только ты переобуваешь, так и кэф там переобуваешь. Не, ну я сказал, что мне хочется немножко переобуться. Ситуация критическая. Немножко нельзя. Ты либо меняешь ботинки, либо нет. Вот смотри, видишь меня. Все, Майл доказал, он может переобуться чуть-чуть. Я переобулся чуть-чуть. Ну нужно продолжать сноуболить, нужно забирать этого Рошана. Но Эмбер запрыгивает, Бара бежит, Бара замедлен. В итоге кто забирает? Забирает Рошана Тайр. Радиент ворует при этом Аегис в Шадоу Демона. Шадоу Демон минус, байбэка у него нет. Но это Шадоу Демон. Что дальше? Еще на палец зацепили. Получил что-то лайфмаймать. Вот его убить, это тоже будет хорошим продолжением. И дальше можно идти на вражеский хайграунд. Там уже будет полегче. Появляется бабочка Луны. Это, кстати, может испортить ситуацию. Также зацепили Мирану. Мирану сейчас выходит из инвизы. И теперь можно ее убивать. Правда, погибает с байбэка Баратрум. Который там давно был сделан на трипл. Килл зато для Тэмпларки. Да, хороший момент. И нужно, пока не вышли герои, попытаться сломать центральную линию. Одна Луна без поддержки здесь не выстоит. Эмбер, конечно, очень, очень неприятный герой в этом плане. Закрывают сейчас Луну, но ворваться в нее не могут. Эмбер начинает отрабатывать. И Тасик, Тасик, Тасик живет. В кого он покатился, вот в чем вопрос. Он покатился куда-то вообще в сторону, в крипа уже умершего. Минус ультимейт Луны. Но как же много начинает делать Эмбер? Вот если бы он так начало не проиграл, все было бы вообще отлично. Но из-за того, что его нечем контролить, а у него как раз и драгон скейл, и молнии, и сейчас он еще делает шиву, чтобы максимально много урона раздавать, термозить всех клификов. А сейчас появится БКБ. Тасик как раз начал фармить, у него оставался один кусочек, по-моему. Да, вот сейчас уже купил своими трилхаммеры Ого Ракс, остался только рецепт. И после этого Эмбер просто будет пшиком. Да не, я думаю, что он все равно будет хорошо раздавать. Но у него магия одна. Магия, да, но он спокойно переживает эту БКБшку. После этого, ну, помимо урона с фистов, которые также немаленькие. И вообще мне нравятся сборки. Вот он сделал, молнии делает шиву. Аганим все-таки еще очень нужен. А Луна сделала бабочку. И прям для такого пика бабочка реально смотрится круто. Потому что броня и вейшн как раз-таки против физурона пика. Да, темпларке как раз-таки не проблема собрать себе МКБ. То есть это не тот герой, который тоже этот предмет до последнего спокойно возьмет. Ну, деньги нужны, деньги нужны. Сейчас заработают. Правда, вот темпларка, если честно, на меня больше всего насторожит всю эту драфту. То есть в итоге проблемой Тускари оказался, темпларка как-то неаккуратно она все время играет. С воздействием иногда проблемы возникают. И вот боязнь за нее. Вроде Аегис есть, но все равно такое ощущение, что вот-вот именно ее подцепят и заберут в секунду. КП нет, выживаемости особо тоже. Да, ее как-то легко шотают, несмотря на Чена и Мекку. Ну и виш, легионка уже тоже как-то с шардом. Самый полезный шард, наверное, из тир из тех, которые есть. Очень хороший подсейв здесь действительно. Ну, здесь в принципе нет за так хороший подсейв. Ну, как БКБ-шка подсейв, вот еще, типа, плюс время БКБ. Для того, что вам от Ускара это просто идеальная ситуация. БКБ-шка появляется на темпларке. Грейвзы на Чене и БКБ-шка на таске. Вот как только будет готово, можно будет выходить. Это будет прям такой пик силы. И нужно будет сломать сторону. Уже наконец-то ломать. Потому что Гамбиты начинают обрастать артами. Эмбер уже выходит на третье место. И Неровин час поднимется еще выше. И с ним действительно не оберешься потом хлопот. Ну, пока преимущество составляет 4000. На пике было где-то 1008. Но в одном файте с байбэками проиграли половину. И 4000 на 26-й, на самом деле, это вопрос буквально партика фрагов. Это вообще не преимущество. Кстати, еще Шива отлично заходит. Потому что огромное количество различного хила и регенов. Это даже и пресс за атак. Не говоря уже про Грейвзы, Ульчена. Смотри, сейчас момент очень важный. Три БКБ сразу появились на корах. У Терпларки, у Легионки и у Тузка. И у них до сих пор есть Аегис. И есть время на то, чтобы оформить какой-то выход. По топу уже люди пошли. И я надеюсь, что там вся команда все-таки стянется. Они кто влез, кто под рова. Да, они действительно кто влез, кто под рова. И я согласен с тем, что эти три БКБ это то, что нужно реализовывать. Потому что дальше с каждой и следующей минутой Гамбитом будет все проще, 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 проще. Так, но есть симпатия, что будут заходить. Там прилетел мимо Ястреб Братрума. Но Шарда нет, чтобы сбить ТП. Поэтому просто сейчас хотят напасть. Отпушили крипов. И ждут. МКБ следующий стол для Терпларки, соответственно. В планах, да. Но Бабочка все равно очень хорошо уже отработала. И еще отработает, пока МКБ не появится. Так, пока Бакдор Протекшн работает. Есть стрела, стрела дожит, привязка есть. Терпларка по-прежнему с Аегисом еще 50 секунд он будет. И надо на самом деле идти прямо сейчас, мне кажется, за Фейсеролить. Ну да, неплохо было бы. Что отступать-то? Зачем перегруппировываться? Забавный момент. Легионка стоит, чтобы спасти Темпларку, у которой Аегис. В итоге Темпларка от стрелы уворачивается, и Лего прямо ее получает. Так, на миде сейчас может драка завязаться. Такое ощущение, что их целью был фантомем, из-за чего они смог уражали. Мне кажется, там слишком дешевое, учитывая то, насколько драгаем каждую секунду со Аегисом. Да я вообще не понял, зачем они. Они куда-то идут, но их полностью читают пока что. С Малинайт теперь идут, как бы. С Малинайт понимает, в чем проблема. А, его еще, это и Луна, которая видит ночью очень далеко, попробую зацепи. И просто потратили 40 секунд своего Аегиса в никуда, абсолютно. Да, в принципе, Аегис потратили. Или? Нет. Нет, не найдут, не успел. Ну, хорошо, искал, как бы, но не успел. Будут идти теперь по низу, но теперь без Аегиса, без Аегиса ситуация страшнее. По-прежнему, Топларк остается с двумя тысячами, хп всего лишь. С мизерными показателями по армору она здесь не живет. Она не живет, вот это проблема. Надежда на то, что будет жить Тускарс БКБ. Да, Луна здесь является кэрри номер один. И она убивает всех. Ей достаточно просто собрать хорошие слоты, у нее уже бабочка сатаник. Чем дальше, тем страшнее будет. Она вот там шардец делает, чтобы издалека харасить. Ну и Эмбер. Вот как с Эмбером расправляться, тоже непонятно. Потому что пока что у него еще не так много. Но, где, кстати, Алибарду? Ну да, понимаешь, что вражеский пик исключительно бьет с руки, Алибарда здесь хороша. Хотя мне все еще очень нравится Аганим. Летать просто по всей карте. Да, Аганим всегда актуально. Так, 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 Тасик, Тасик. Ситуация опасная, видят Тасика. Да, они нападут на него, у него БКБ успеет засейвить или там максимум это сделать. Его просто почистят, если на него с Рором прыгнут, это самое страшное. Его зачистит Легионка. Все. Ну, Легионка. Не знали, где Легионка, именно поэтому не решились атаковать. Хотя Вард там снизу вроде как есть. Ну так, аккуратничает Гамбит. Понимая, что, в принципе, у них все вроде как стабилизировалось. Но если они сейчас пятером умрут... Они боятся позор на свою голову, поэтому, мне кажется, аккуратничают. За Тусику проиграть? Медовому. Ну да, это всегда неприятно, таким нестандартным драфтом проигрывать. Ну, просто у соперника такой взрывной пик, у тебя уже тир-3 нет на миде и вообще внешних вышек нет. Поэтому одну драку проиграют Гамбиты, останутся вообще без бараков против мега-крипов. А торопиться им некуда. Дорошана, видимо, сейчас будут ждать, до которого осталось не так уж и много времени. И к этому моменту хотелось бы видеть какие-то новые крутые слоты. Эльфийскую тунику взял себе в итоге Тускар из нейтральных шмоток. Миссисе ты добавил как раз-таки? Ну... В принципе, это тоже какой-то выживаемость ему добавляет. Да, да. Ну, мне кажется, это не лучший вариант. Мне кажется, что самое главное на этом планке МКБ успеть сделать. То есть, если она будет рваться не первым темпом, а сделать как бы какую-то хотя бы половину урона по луне, просто стычка себе АКБшных в том числе. Минус армора? Миллиард. Выход. Выход Смоках еще один. Видит Тасика в очередной раз. Чен спалил или нет. Да, вроде как что-то спалил. И удается разбежаться. Здесь Чилакс. Не проспали они эту атаку. Ну, минус скрипок ченовский. Да, темпларке нужно как-то взрывать луну. Но как тут взорвать? Смотри. Алибарда может залететь. Рор-бестмастера, который... Лапки прожимай, беги. За ним все выехали, но вроде успел вылезнуть. Или нет? Опа. Опачки. Ой, как неудачно он побежал-то. Не неудачно, это намеренно все-таки было. Вроде как и живет. Хотя не факт. Нет, он не живет. Ой, ну это глупо. Это было глупо. Да, и все. Уже Чилакс эту игру потеряли. Теперь только какая-то нереальная ошибка. Гамбит может вернуть их. А так, как ни посмотри. Темпларка уже не убивает луну. Даже с МКБ. Слишком много подсейва. Это, как я уже говорил, рор-бестмастера. Возможная Алибарда, которая залетит сверху. Но самое главное, шадоу-демон. Он просто спрячет луну. Луна появится, нажмет манту. Еще плюс две иллюзии шадоу-демона. И пять лун убьют все, что только движется здесь. Чекуют варды. Есть гем уже очень давно. Ну и спокойно. Шадоу-демону, наверное, какое-то стоит себе взять. Там линзу-блинк, чтобы просто позиционку занимать. Ну и на плотность Скади. Кстати, Скади тоже отличный вариант, потому что тоже срезает хил, которого здесь много. И это уязвимость большая в доте, когда у тебя куча-куча хила. За счет этого ты вроде бы сильный, но с появлением Шива и Скади моментально сила снижается многократно. Что сильнее? Опять луна или одна звезда смерти? А звезды смерти у нас в доте вроде как нет. Так, нападение на Афтерлайфа. Подставился. Гост. Нажимает. Живет. Ой, как больно Эмбер залетает. И луна пошла раздавать. Ну вот луна против Темпларки. Темпларка просто не может ее нормально бить. Хотя Тасик подключается. Ну вот манта залетает. Сатаник и фуловая луна. Чен выкупается. Чен уже погиб. Чудом каким-то выжил Афтерлайф на самом деле. Афтерлайф хороший, засорил себя. Вроде как, да. Уходит на фреза атаки. Помогает ему. Блин, Дайгер и Сноуболл аут. Такое получается. Но Рошана надо продолжать борьбу. С КП проблемы. БКБ закончились. И они там свои прожали. Рошана надо контролить. Ветесь с Аганимом. Ой, это сейчас Эмбер возьмет. Вообще забавная ситуация. То, что так много всяких юнитов, героев, суммонов. То, что Эмбер нажимает одни фисты. И он так долго в них находится, что потом успевает нажать тут же вторые. И шокнуть его очень сложно. Так, ну смотрим. Важнейший момент. Тасик сейчас будет залетать. Так, прочекали Рошана. Видят то, что ему тут храна. Будут пытаться украсть. В принципе, у Тусика есть шанс это сделать. Посвятили Смолинайд. Он забрывается. Забрывается. Смолинайд забирает АЕКС. Да, и разобрали Рошана. Ничего не получилось украсть. Пустой весь Туск. Мне кажется, он вообще ничего не сделал, да? Да, они ничего не смогли сделать. У них БКБшки были в кулдауне. Перекликать Луну они не смогли. Аганим я не вижу, чтобы кто-то пока что забрал. А, нет, Эмбер забрал. А, ну все, Эмбер забрал. То есть Аганим, Сыр и АЕГИС, они отдали своим соперникам. Отдали 2 кила, да. И почему так резко стало 9000 преимуществ, видишь, за командой Гамбит. Вот буквально одним кликом. Ну, стоит признать, что шансы были. Возможно, Чиллоксом стоило, вот когда у них был пик преимущества. Надо было, когда у них АЕГИС был пытаться заходить, мне кажется. Вот это самое большое упущение было из того, что они сделали. То есть где-то они, у них хороший бы получился такой, как-то называть, стомп. Вот именно, они начали стомпить эту карту, а потом в один момент остановились. Или они могли, в принципе, действовать быстрее. Или вот даже и каких-то моментах, где они предпочли отступились аккуратно. Потому что явно их графт это не Алэйти. Ну, это самый настоящий сноубол, в котором ты как только останавливаешься, ты игру проигрываешь. Они остановились, они проиграли. Хотя, конечно, шансы были. С играми Ложул здесь понадежнее, шансов не было бы с самого начала. Потому что Эмбер, как мы видим, слишком много делал по игре. Ну и Луна тоже на слотах. Здесь единственный кэрри на 10 героев, такой полноценный. Все-таки Темпларка это больше такой темповый герой. И падает у нас центральная линия, очень легко. Луна под медалькой, под кучей различных бафов, аура бестмастера. Там можно еще Шазл Демона подспрятать, чтобы иллюзии появились. Портификейшн. Точнее, блокдор защита включается. Ну, так или иначе, не хочется сказать на истрайк в команде Чиллокс. Да, прикольно, прикольно. Это веселее, чем если бы они взяли дефолтный драфт, определенно. Я хоть и скептически отнесся, но это не значит, что это было скучнее, чем два дефолтных пика. Это реально было забавно и интересно. Особенно, если они победили, тут вообще столько контента, да, после вот этих всех заявлений, что это легчайшая для Гамбит. Опять переобувка, но не пришлось в этот раз. Но вообще для Гамбит было бы команде Чиллокс проиграть, наверное, не очень круто. Как бы в моих глазах тег Гамбит должен обыгрывать такие команды. Без обид, Чиллокс. Ну да, самое главное, как бы, претензия это... Ну, я все время это повторяла и хочется снова сказать, что в команде, которая играет там, допустим, сколько. О-о-о, Эмбер решил ворваться, но у него сыр, его спрятал Шаду Дем, сейчас сыр будет, сыр нажимает, все. И весь урон зашел в никуда, хотя Милажул, Милажул пытается зафитить, кидает ремнант не туда. Не, ну как-то не пытается Милажул, зафитить не получается. И это ГГ, Луна прям под фонтаном уже избивает всех, кого только хочет, пытается что-то в нее кидать. Это минус Тасик. Еще и Форстафом выталкивают Легионку. Я так поздравляю, БИС там для этого Форстаф только что купил на базе. В команде, которая играет в DPC дивизионов любых, к ним больше спрос, не больше спрос, чем у тех, которые к ним наступают. У команд, которые находятся в первом дивизионе сейчас, больше как бы спрос с них, когда дело касается игры против второго дивизиона и так далее. Через бэкдор прям пробивают. Ну да, что-то поделать, медленно, но верно, когда леним за крипами идти. А крипов постоянно чен своими сам. В общем, видите, что происходит. Да-да-да, вот Эмбер наконец-то вернулся, потому что надоело уже... Бэкдорить. Ну да, долго все это дело, но Луна спокойно абсолютно сломает трон, так как у нее очень много урона, и она бьет сразу по всем страницам. Все, бэкдор защита снята, здания лопнут моментально, Чиллэкс пока что не пишет ГГ, но мы понимаем, что вот еще буквально чуть-чуть и взорвется и Хэмшант. Да, так и происходит, в общем-то. Луна бьет по героям, Глэйва отскакивает в трон, остается треть хп. БКПшка, тут же рор на Тасика, Тасик стоит, Тасик прочный, но недостаточно прочный для того, чтобы выиграть эту игру. В итоге Гамбит за 37 минут побеждает. Вот такую вот интересную стратегию. Но это хорошая карта для того, чтобы показать, что в доте какой бы пик не был у соперника, нельзя расслабляться. Потому что если соперник взял самый жесткий сноубол, у которого там один шанс из 10 победить, если ты расслабишься, тебя могут снести. И вот чуть-чуть не хватило Чиллэкс, чтобы реально сломать там одну сторону, потом вторую, развить свое преимущество до нереальной величины и уже закончить. Да, идея-то была суперкрута, текст симплис, куча бафов, минус арморов и так далее на команду милищников, коров милищников, все силачи, причем как бы такие из фронтлейна и жирненькие такие получаются. В общем, идея была хороша, Чиллэкс показали крутую игру, жаль, что у них не получилось, но будем смотреть уже за их изобретениями на второй карте тогда уж. Продолжение следует...